В 2023 году Вы стали ректором РАНГХИКС. Какие ключевые изменения произошли в президентской академии за первый год работы? Изменений очень много. Пожалуй, надо о трех основных сказать. Первое – это то, что мы стали самым востребованным ВУЗом в нашей стране. Мы получили более 65 тысяч заявок в приемную кампанию 2023 года. Я надеюсь, что это только начало и популярность президентской академии будет только расти. При этом количественные показатели для нас не самые важные. Главное – это качество. И вот второе, о чем я хотел сказать, то, что мы делаем упор на качестве программ, на том, чтобы выпускники академии были востребованы работодателями, на том, чтобы была обязательно хорошая практика, стажировка у студентов. И работу над качеством программы мы еще продолжим в 2024 году. И третье, о чем важно сказать – это работа с новыми регионами по поручению президента России. Мы в этом году подготовили 6 тысяч управленцев из наших новых регионов. И это огромная работа. Программы все были нестандартные, подготовленные под разные уровни для руководителей муниципалитетов, для руководителей самых разных организаций и служб. И спрос на эту программу был очень большой, потому что, конечно, наши коллеги нуждаются в информации о том, как устроено российское законодательство, как работать с теми или иными системами, которые уже привычны для российских чиновников, но новые для наших новых регионов. И самое главное, что эти образовательные программы объединили людей, вдохновили. И мы все почувствовали себя такой одной большой семьей. Президентская академия только в этом году запустила три проекта, направленных на подготовку управленческих кадров. Это школа мэров, ресурс России, академический резерв. И при этом вы говорили о пересмотре образовательных программ в университете. Значит ли это, что сделан будет упор на подготовку кадров? Вообще президентская академия – это традиционная кузница кадров для страны. Мы с трудом найдем с вами какого-то крупного руководителя в России, который бы не являлся нашим выпускником. И, конечно, мы эту традицию будем поддерживать. Я полностью уверен, что нам всем нужно учиться на протяжении всей жизни, повышать квалификацию. И одна из самых известных программ, благодаря средствам массовой информации, одной из самых таких известных программ, стала школа губернаторов. У нас из этой программы подготовки кадрового резерва уже 51 руководитель региона вышел, федеральные министры, руководители крупных организаций, структур. Ну а сейчас, как вы действительно отметили, по поручению Владимира Владимировича Путина была запущена школа мэров. Я считаю, что это очень важное направление – работа с муниципальным уровнем. Это те руководители, с которыми каждый из нас сталкивается в обычной жизни больше всего, от которых требуется и максимальная отдача, и эффективность, и внимание к людям. И важно сделать так, чтобы каждый руководитель города, района понимал свою ответственность, понимал, как выстроить свою работу максимально эффективно. И благодаря вот этой новой программе, я уверен, что это будет получаться еще успешнее. Ну а другие программы, которые вы упомянули, в том числе программы «Ресурс России», это уникальная программа с двумя дипломами. Мы решили, что нам нужно готовить будущих госслужащих с самого начала на очень высоком уровне, чтобы они хорошо знали и историю, и математику, и информационные технологии, ориентировались во всем многообразии вопросов, с которыми сталкивается любой управленец. Поэтому ставку на эту программу делаем серьезную. У нас уже в этом году был конкурс «Около семи человек на место». Думаю, что этот конкурс в следующем году еще больше возрастет, поскольку интерес к программе очень большой. А как вообще сегодня реализовывается связь университета с правительством, с администрацией президента? Как вот университет реагирует, например, на текущую политическую ситуацию? Делаются ли какие-то корректировки в связи, например, с санкциями? Во-первых, мы президентская академия, академия, которая носит такое высокое имя. И, конечно, мы благодарны президенту за поддержку, за то внимание, которое он для нашей работы. Очень тесная работа с правительством. Отдельные слова благодарности председателю правительства и всей команде, потому что мы чувствуем и запрос на научные исследования, на экспертную оценку, на образовательные программы. И работаем действительно в такой тесной связке. Ну и, конечно, администрация президента, вот те самые, та самая работа с муниципальными командами и региональными, она идет в таком взаимодействии с администрацией президента. Вызовы перед нами, перед всеми очень большие. Мы все знаем про беспрецедентные санкции в отношении нашей страны. И эксперты академии, научные сотрудники академии работают над тем, чтобы проанализировать ситуацию, чтобы предложить наиболее правильные решения по развитию страны. У нас сейчас очень оптимистичный взгляд на эту ситуацию. Несмотря на те сложности, о которых мы говорили, перспективы у нашей страны хорошие. Мы верим в то, что Россия будет оставаться самой лучшей, самой сильной страной. 2023 год юбилейный для платформы «Россия страна возможностей». Поделитесь итогами. Пять лет назад, уже больше, пять с половиной лет назад, президент подписал указ о создании платформы. И много всего сделано. Если говорить о цифрах, то важно отметить, наверное, то, что 20 миллионов человек прошли через наши проекты. Проектов много. На сегодняшний день их 26 для любых возрастов, для любых профессий. И самое главное – это то, что благодаря, в том числе благодаря этим проектам, повышается мотивация и вера людей в возможности. Это подтверждается конкретными цифрами и фактами. Когда мы только готовились к запуску этих проектов в 2017 году, на вопрос, верите ли вы в возможность самореализации в России, уверена, да, или скорее да, в совокупности отвечало около 37% людей. Сейчас, вот совсем недавно мы получили свежие данные в ЦИОМ, процент этот вырос до 80%. В прошлом году он был в районе 75-77%, ну и каждый год этот рост происходил. И я думаю, что это самый главный результат работы и платформы, и всех других проектов, которые реализуются в стране, что они позволяют действительно большому количеству людей убедиться в том, что наша страна – это страна огромных возможностей. Недавно стали известны имена победителей окружных финалов пятого сезона конкурса «Управленцев лидера России». Расскажите о результатах, об особенностях этого сезона и чего нам ждать в суперфинале конкурса. «Лидеры России» – это проект, с которого началась фактически платформа «Россия – страна возможностей». Это наш такой флагманский главный проект. За пять сезонов через него прошли около миллиона человек, мы получили более миллиона заявок. И, кстати говоря, не только из всех регионов нашей страны, но и из 150 государств мира. Интерес огромный, интерес продолжается. И мы видим, что приходят все новые и новые, уже, можно сказать, поколения практически управленцев, которые заинтересованы в том, чтобы проверить себя, проявить себя и найти для себя какие-то новые возможности. Этот сезон не стал исключением. У нас действительно недавно закончился финал окружной в Центральном федеральном округе, который стал самым большим. 1051 человек проходили очную оценку. Грандиозное событие. Все лучшие эксперты страны. В этом принимали участие около сотни экспертов. И в этом году, вообще каждый год мы стараемся какие-то изменения внедрять, основываясь на опыте предыдущих лет, основываясь на отзывах участников, партнеров. В этом году мы поменяли подход к оценке. Вместо оценки компетенции была оценка ролей, определенных ролей в компании. Это может быть и организатор, и лидер команды, и трансформатор, тот, кто внедряет изменения и так далее. Ну, а суперфинал пройдет в начале 2024 года. Все секреты открывать не буду. Опять же, мы стараемся новые задания давать, чтобы участники не могли к ним специально именно к этим заданиям подготовиться. Но точно могу сказать, что это будет очень яркий суперфинал с очень сильными участниками. И я думаю, что так же, как и предыдущие годы, мы получим новые яркие имена, которые станут, как у нас уже было, кто-то станет мэром города, кто-то станет губернатором, возможно, кто-то пойдет учиться в школу губернаторов, которую мы в нашей президентской академии реализуем, про которую мы с вами уже говорили. Кто-то получит предложение от работы дателей, ну и точно все обретут новые друзей, новые знания и новые возможности для своего развития. В сентябре на платформе появился конкурс для семей. Это у нас семейный старт, которому дал лично президент. Финал конкурса также в 2024 году, это еще и год семьи. Каковы первые результаты этого конкурса? Много ли участников? Как его участники? И какие задания они выполняют? Действительно, старт дал президент 1 сентября в нашей мастерской управления Сениш, который, кстати говоря, тоже надо отметить как один из важных результатов этого года платформы «Россия и страны возможностей». Потому что те, кто уже побывал в новом Сениже, мне кажется, равнодушных не бывает. Приглашаем всех, будем рады там видеть. Очень хорошее место, место силы, как мы его называем. Так вот, 1 сентября как раз там Владимир Владимирович встречался со школьниками и сказал о том, что семейный конкурс должен быть самым массовым, самым народным. И так получилось. У нас на сегодняшний день уже зарегистрировано 100 тысяч семей. Это почти 600 тысяч человек. Очень интересные истории. Мы получаем видео-визитки от конкурсантов. И многие просто смотрим и пересматриваем. Удивительные истории. Я запомнил, что семья из Нижегородской области, которая недавно старшее поколение этой семьи отметили 70-летие совместной жизни. Им около 90 лет уже. И они родители пятерых детей, которые уже в свою очередь являются бабушками и дедушками. У нас есть огромная семья, очень дружная, очень творческая, очень интересная. И таких примеров много. Есть целые династии, династии жизнедорожников, династии преподавателей. Много людей уже, повторюсь, творческих. В общем, семьи у нас прекрасные и замечательные. Финал пройдет. В начале года будут окружные полуфиналы. А финал пройдет летом 24-го года. Будет яркое событие. И, конечно, серьезные призы, ради которых, наверное, стоит поучаствовать и за которые стоит побороться. 300 семей получат сертификаты на очень интересные и необычные путешествия по нашей стране. А 30 победителей сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищих условий. Их можно потратить либо на покупку дома, квартиры, либо на ремонт, либо на покрытие ипотеки. Но я думаю, что это очень существенный вклад в развитие любой семьи. Уже сейчас идут дистанционные этапы. Задания разные, интересные. Кстати говоря, за их выполнение успешное можно получать призы, не дожидаясь финала. Поэтому мы всех приглашаем поучаствовать и обязательно подключайтесь. Какие задания их ждут на пути к победе? Что они должны выполнить? Самые разные, их много. Главная задача в том, что эти задания должны объединять саму семью. Сделать так, чтобы поколения лучше узнали друг друга. Чтобы дети поучились чему-то у своих родителей, бабушек, дедушек. А, возможно, бабушки и дедушки поучились чему-то у своих детей. И для того, чтобы это происходило, есть задания, где дети должны научить, скажем, старшее поколение компьютерной грамотности. Или все вместе исполнить какую-то семейную песню. Или рассказать про фамильный рецепт какого-то блюда и вместе всей семьей его приготовить. Плюс к этому конкурс подразумевает общение между семьями. И мы очень поддерживаем историю, когда семьи не просто для себя что-то делают, какие-то мероприятия, но и вовлекают друзей, соседей по дому, по улице, по городу, по селку. И таким образом жизнь становится теплее, жизнь становится добрее и лучше. — Совсем недавно, 19 декабря, стартовал прием заявок на премию «Россия – страна возможностей». Кто может принять участие? Как будет проходить отбор конкурсантов? В чем этот отбор будет заключаться? — Идея премии принадлежит, опять же, нашему, нашей участнице, участнице наших проектов, Анне Пивоваровой. Она рассказала об этой идее на заседании наблюдательного совета под председательством нашего президента. Владимир Владимирович поддержал, дал поручение такую премию организовать. И мы ждем заявок от любых граждан нашей страны старше 18 лет, которые своей жизнью, своим трудом, своей работой, своими действиями открывают возможности для других людей. В самых разных направлениях можно подробнее прочитать на нашем сайте премии rsv.ru. И мы ждем яркие истории, уже их получаем. Уверен, что эта премия позволит отметить самых ярких, самых интересных и участников наших проектов, и тех, кто, может быть, в дальнейшем станет принимать участие в работе платформы. Мне кажется, очень важно, что нужно не просто делать хорошие дела, но мы должны отдавать дань уважения и уделять внимание тем, кто вкладывает свою душу, сердце, время, силы, знания в том, чтобы помогать другим людям. Поэтому премия отметить таких людей. Алексей Геннадьевич, спасибо. Спасибо вам большое. Редактор субтитров А.Семкин